Уважаемые гости, компания Кутерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Посвящен вебинар зарплатной отчетности за второй квартал. И посмотрим мы это на примерах 1С ERP и 1С ZOOP. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Мои контакты вы видите на экране. И контакты компании тоже есть на экране. Это электронная почта и телефоны и адрес сайта, куда вы можете зайти и посмотреть наши материалы. Хотела бы сказать, что вебинар записывается. То есть, если кто-то из вас не успеет посмотреть его, допустим, целиком или захочет пересмотреть, это можно будет сделать немного позже в записи. У меня большая просьба, отключите, пожалуйста, микрофоны, чтобы мы с вами друг друга не перекрикивали. Программа нашего вебинара будет следующая. То есть, вы видите сейчас на экране. Собственно, мы поговорим про отличия зарплатной отчетности первого и второго квартала. По срокам отчетности поговорим. И пройдемся по основным отчетам, которые, в общем-то, нужно будет сдать. И я хотела бы еще обратить ваше внимание на не совсем уж новости, то есть то, что использовалось и за первый квартал. Но, тем не менее, акцентировать на этом внимание, чтобы вы не упустили из виду. Итак, отличия зарплатной отчетности первого и второго квартала. Собственно, все отчетность, которую мы сдаем, она делится на несколько категорий. И вы видите на экране, что куда мы должны сдавать по зарплате в 2022 году. И хочу обратить ваше внимание на статистику. Мы уже об этом говорили в предыдущих вебинарах. То есть отчеты в статистику в этом году нужно обязательно своевременно сдавать, не пропускать. Для этого вам стоит зайти на сайт Росстата и по вашему ИНМу посмотреть, какие отчеты именно ваше предприятие должно будет предоставлять. Отчетность в статистику сдают все работодатели без исключения. Но состав этой отчетности зависит от ваших данных, вашей организации, именно АКВЭД и к какому виду бизнеса относятся ваши предприятия. То есть относитесь ли вы к малому и среднему предпринимательству или вы крупные налогоплательщики. В зависимости от этого будет меняться состав стат отчетности. По срокам здесь у нас особых новых введений, слава богу, не приключилось, потому что было и так достаточно много изменений. И в отчетности за первый квартал, и за второй. Но по срокам у нас все осталось на прежнем уровне. То есть если вы сдаете отчетность у вас менее 25 человек, то вы можете сдавать на бумажном носителе. Если же у вас предприятие 25 человек и более, то вы сдаете в электронном виде. И, соответственно, в этом случае срок предоставления отчетности за второй квартал у вас будет 25 июля, ну и, соответственно, в электронном виде. За второй квартал ставки у нас не изменились. То есть мы сдаем также, исходя из ставки 22%, до достижения облагаемых взносом выплат в сумме 1,565,000 рублей на человека. Если ваши начисления превышают этот уровень, то дальнейшая ставка снижается до 10%. Если ваше предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, то это уже с 2020 года действует. Пенсионные взносы по ставке 10% как в пределах, так и свыше предельной базы ваше предприятие должно начислять. Также пониженная ставка может применяться к отдельным категориям плательщиков. Ну, в зависимости, естественно, от масштаба вашей деятельности. Субъекты МСП, медстрахования могут платить по ставке 5%. Взносы, которые не регулируются налоговым кодексом, это взносы от несчастных случаев, так называемое несчастное страхование. Они регулируются законом 125 ФЗ и ставка ваших взносов определяется видом деятельности, который осуществляет предприятие. Напомню, что подтверждение основного вида деятельности необходимо было предоставить в срок до 15 апреля. И, соответственно, по этой ставке вы должны начислять взносы на весь последующий год. Здесь достаточно много вариаций, поскольку классов насчитывается 32, и, соответственно, ставки варьируются от 0 до 8,5%. Соответственно, если вы не подаете справку об основном виде деятельности, то соцстрах насчитает вам по максимальному. То есть то, что попадает под максимальную ставку в зависимости от зарегистрированных у вас видов деятельности. Еще один момент, какой хотелось бы напомнить, что у нас есть постановление правительства о взаимодействии между МФЦ и органами госвласти. И, соответственно, сдавать мы можем отчетность еще и через МФЦ. Однако, очень большой и жирный минус, что в этом случае не осуществляется входная проверка. Поэтому, соответственно, нужно будет уточнять у ФСС, принята ваша отчетность или требуются какие-то подтверждения или дополнительные документы. И вот здесь у нас начинается достаточно интересный момент. Он связан с ФСС, с тем, что ФСС перешло окончательно на прямые выплаты. То есть, соответственно, в этом случае, как электронные больничные, то есть в этом году подается только электронные больничные, так и прямые выплаты осуществляются уже конкретным физическим лицам на их карточке. В этой связи появилась новая форма отчетности. Точнее, не форма, просто изменения произошли в отчете. То есть, в отчетах, которые мы должны сдать ФСС, есть изменения, нет таблиц по возмущению. На титульном листе отражается численность физических лиц, получивших заработную плату. Ну и, собственно, вот вы видите на экране основные изменения. Достаточно много компаний, которые занимаются, в общем-то, нормативным и законодательным сопровождением. Это и консультанты, и гаранты, и астрал. Они выпускали подробные инструкции, как должна быть заполнена эта новая форма. И на что в этом случае стоит обратить внимание именно в программах семейства 1С. То есть, мы с вами будем сегодня таким образом работать. Мы будем смотреть какую-то нормативную информацию, которая представлена на слайдах. И будем обращаться к конфигурациям. Мы будем работать с конфигурацией зарплаты и кадры. Вот я сейчас перешла в эту конфигурацию. И будем работать с конфигурацией ERP. Я сейчас переключилась на демо-базу ERP. И, соответственно, посмотрим, что, где нужно сформировать, как посмотреть. Но это, в общем-то, небольшая маршрутная карта, небольшое сравнение этих конфигураций. На самом деле, они очень похожи, отличаются только компоновкой некоторых разделов. В ERP у нас, сейчас мы перейдем в раздел зарплата. То есть, посмотрим, что у нас практически раздел зарплата имеет тот же функционал, что и в конфигурации зарплата и управления персоналом. Поэтому все, что касается отчетности, здесь вот вы видите, сейчас у меня на экране предоставлен интерфейс такси, когда у нас меню разделов расположено с правой стороны и для ERP, и для ЗУПа. И, соответственно, раздел отчетность, справки, раздел 1С отчетность у нас в этом случае будет практически совпадать. То есть, видите, как выглядит интерфейс в 1С ERP. И сейчас мы перейдем в зарплату управления персоналом. Раздел 1С отчетность. Он располагается в разделе отчетности справки, точно так же, как и у ERP. И выделен жирным шрифтом. То есть, это значит, что здесь общий журнал отчетов и так далее. Не обязательно отчетов. Если мы переходим в какой-то другой раздел, то жирным текстом выделены общие журналы документов. Если мы переходим в 1С отчетность, то у нас абсолютно такой же интерфейс, те же правила работы с ним и тот же функционал. То есть, практически эти блоки идентичны. Снова вернемся к нашим слайдикам. И поговорим о том, с какого момента и что должно применяться. То есть, планировалось, что новая форма отчета 4 ФСС будет применяться за первый квартал. Но приказ о введении этой формы был опубликован только 31 мая. Поэтому отчетность по новой форме мы должны будем сдавать уже за полугодие. То есть, за второй квартал. Мы возвращаемся на слайдики. Вы видите про статистику. То есть, возвращаемся к статистике. В статистику дается отчетность по труду. И за срыв сроков, я уже говорила, предусмотрены в этом году штрафы достаточно большие. То есть, до 70 тысяч рублей, если вы первый раз проштрафились. И до 150 тысяч, если это было повторным нарушением. Причем, обращаю ваше внимание, что эти штрафы уже применяются. Так как несколько лет до этого они были озвучены, но не применялись. Соответственно, проверьте, чтобы вы не пропустили. За второй квартал 2022 года мы должны сдать отчетность П4 до 8 июля. Это отчет по труду и заработной плате. Отчеты П4 мы должны сдать также до 8 июля. И отчет П4 с численностью 16 человек и более, они сдаются ежемесячно. То есть, соответственно, до 15 числа месяца следующего за отчетным периодом. Напомню еще про одну ложку дегтя нормативного, так сказать, которая касается, в принципе, не только заработной платы, то есть отчетности по заработной плате, но и всей отчетности, которая предоставляется в налоговой инспекции и во внебюджетные фонды. Ложка дегтя выглядит вот таким образом, что с 1 июля прошлого года был закреплен новый перечень оснований, по которым налоговики могут съесть отчетность непредоставленной. То есть, соответственно, если вы уже отчетность отправили в налоговые органы, например, и получили ответ, что статус вашей отчетности в обработке или принят к проверке, это еще не значит, что вы можете расслабиться и спать спокойно. В этом случае налоговики после начала камеральной проверки вашей отчетности, если увидели какие-то пункты, которые совпадают с основаниями для признания отчетности недостоверной, могут направить вам уведомления об отказе в приеме вашей отчетности, которая уже прошла и, например, через операторов, там СБИС, Астрал, ТЭМ, Контакт, ну то есть через что вы сдаете. И в этом случае, соответственно, включаются все санкции, которые предусмотрены за непредоставление или несвоевременную сдачу отчетности. То есть, соответственно, это штрафы, пени и так далее. Обратите внимание, при этом следует не только на налоговую отчетность, но и на отчетности в соцстрах ФСС. То есть ФСС тоже штрафует, имеет право штрафовать и, в принципе, всегда штрафовала за несвоевременное предоставление или непредоставление в срок отчетности. Вы видите на экране такую небольшую табличку, то есть за что штрафуют и сколько этот штраф. То есть, если вы не предоставили своевременную отчетность, то вас штрафуют минимум 1000, а максимум это, вот вы видите, 5% от суммы взносов за последние 3 месяца, за каждый полный или неполный месяц. Конечно, ограничение не более 30% несколько утешает, но, как вы понимаете, не руководителя предприятия. На что еще нужно обратить внимание при подготовке отчетности за второй квартал? Это относительно новое пособие и то, что можно принять за отчет для налога на прибыль. Я сейчас немножко про них расскажу, но это больше как бы дайджест прошлых изменений, поскольку это действует уже с прошлого года, то есть в отчетности за первый квартал это уже присутствовало и, скорее всего, многие из вас с этим знакомы. То есть, с первого июля прошлого года у нас изменилось пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. Раньше будущим мамочкам выдавали справку, и они по этой справке получали небольшую сумму, там порядка 560 рублей, но получали ее все. Сейчас вместо этого пособия, пособие будет ежемесячным, но получать его будут не все, а только те, кто смогут подтвердить низкий среднедушевой доход семьи. То есть, на каждого члена семьи должно быть не выше прожиточного минимума в соответствии с вашим региональным прожиточным минимумом, который установлен на дату, когда человек обратился за пособием. Пособие теперь гораздо больше, то есть оно составляет не 560 рублей, а половину прожиточного минимума в вашем регионе. И выплаты будут происходить на следующий календарный год, если переходят выплаты. То есть, выплаты будут происходить до момента соответствия родов. Если период выплат переходит на следующий год, то его пересчитывают с 1 января, если было изменение минималки. Но поскольку изменение минималки у нас происходило в этом году несколько раз, то обратите внимание, чтобы у вас это пособие было отражено по нужным данным. Социальные вычеты. То есть, у нас в прошлом году к социальным вычетам добавился еще вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Ну и, собственно говоря, в большинстве случаев это фитнесы. Учесть фитнес, услуги на фитнес или на физкультурно-оздоровительные мероприятия вы можете. Но обратите внимание на то, что общий лимит социальных вычетов не изменился. Это те же 120 рублей. То есть, вы теперь можете думать, на что вам эти 120 тысяч рублей распределить. То ли на лечение, то ли на обучение, то ли на фитнес. Еще один момент, который тоже следует иметь в виду, поскольку сейчас лето, период отпусков. С 1 января 2022 года в налоговый кодекс внесены поправки, по которым было разрешено применять вычет на санаторно-курортные путевки для сотрудников по налогу на прибыль и для освобождения от НДФЛ. Согласно этому изменению, в 2022 году предприятие может принять в расходы оплату за приобретение путевок в санаторно-курортное лечение компенсацию сотрудникам таких расходов. То есть, если работодатель приобрел сам, в том числе по прямому договору, не через туроператоров, путевку своему сотруднику, его супруге, родителям, несовершеннолетним детям или подопечным до 18 лет, а также детям и подопечным до 24 лет, если они обучаются очно в образовательных каких-то заведениях. В этом случае такие расходы могут быть включены и в состав расходов по налогу на прибыль и для условий освобождения от НДФЛ. Обратите внимание на то, что такой вычет может предоставляться только один раз в год. Если в течение года оплачено, например, санаторно-курортное лечение дважды, то вторую оплату мы уже облагаем НДФЛ в полном объеме и в состав затрат она уже не попадает. Кроме этого, есть лимит по стоимости, то есть не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого из отдыхающих. При этом нужно следить, чтобы такие выплаты не превысили 6% от суммы расходов на оплату труда. Еще раз перечень, на кого распространяется это послабление, вы видите на экране. И делаю акцент еще раз на то, что под действие этого пункта попадает компенсация стоимости путевок. То есть сотрудник может сам приобрести путевки санаторно-курортные. Еще одно условие, что это должны быть организации, которые на территории Российской Федерации располагаются. И это не касается туристических путевок. То есть это именно санаторные, курортные и оздоровительные организации. Сюда попадают также и летние оздоровительные детские лагеря, например. И еще раз обращаю ваше внимание, что воспользоваться это можно только один раз в год. Это, так сказать, нормативные составляющие подготовки отчетности. 6 НДФЛ у нас, в принципе, изменилась. Отчетность за первый квартал мы уже сдавали по новой форме. На экране вы сейчас видите сроки, когда надо сдавать декларацию 6 НДФЛ. Сдаются она 4 раза в год, то есть ежеквартально. И сдать вы ее должны до конца июля за полугодие. Ну, соответственно, небольшое напоминание, что если сроки отчетности выпадают на выходные дни, то он переносится на следующий ближайший рабочий день. Справки 2 НДФЛ мы теперь сдаем вместе с 6 НДФЛ как приложение. И сдаем только по итогам 4 квартала, то есть за год. Еще одна тонкость, что сам работник сможет посмотреть данные о своей зарплате, о справках, то есть о начислениях на портале госуслуги по мере того, как налоговые органы их обработают и выложат. Но не позднее июля следующего года, то есть, грубо говоря, за прошлый год в июле этого года информация о начислениях и 6 НДФЛ уже должна появиться в открытом доступе. То есть теперь сотрудники не должны объезжать в бухгалтерию, если требуется справка 2 НДФЛ, 6 НДФЛ, например, для банков, для кредитов и так далее. Достаточно много комментариев, как заполнять новую форму 6 НДФЛ было при сдаче годовой отчетности, ну и соответственно отчетности за первый квартал, поэтому, собственно, очень подробно мы на этом останавливаться не будем. Это реализовано уже в 1С во всех конфигурациях. На что хотелось бы обратить внимание, это на коды, которые были использованы при отчетности за первый квартал, но, естественно, за этот, то есть изменились коды доходов 14.01, обратите внимание, и коды социальных вычетов, то есть 323 – это лекарства, 324 – это дорогостоящие медицинские услуги, то есть лечение, и плавающая ставка, то есть с прошлого года у нас 13% удерживается, если сотрудник заработал меньше 5 миллионов. Если он заработал больше 5 миллионов, то, соответственно, будет действовать ставка 650 тысяч и 15% от суммы превышения. В этом случае у нас появятся разделы 1 и 2, то есть раздельно по каждой ставке, и у них будут разные КБК, обратите внимание на разные КБК, то есть нужно проверить, чтобы у вас в конфигурациях был, во-первых, современный релиз. Я пока оставлю на экране вот то, что вы видите, то есть новые КБК и новые коды. И немножко расскажу по поводу того, что нужно сделать перед закрытием месяца и перед тем, как приступить к формированию отчетности за второй квартал. И в зарплате, и в ZUPI, и в ERP. Первое, на что мы должны обратить внимание, это на релиз. Давайте сейчас с вами переключимся в ERP. В ZUPI практически то же самое, поэтому посмотрим мы на примере этой конфигурации. Верхняя панелька, вот такая пиктограмма. Если мы переходим по этой пиктограмме, то у нас есть сведения о программе. То есть мы должны проверить, какой релиз у нас установлен. Это очень важно, потому что практически в каждом релизе вносятся какие-то дополнения, изменения, исправляются ошибки и так далее. А поскольку новые формы у нас присутствуют и в отчетности за этот квартал, то, соответственно, нужно посмотреть, чтобы у нас был последний релиз, чтобы конфигурация была обновлена, чтобы, соответственно, при составлении отчетности вы использовали уже все новые формы, которые положены. Как посмотреть уже, что у нас за формы? Сейчас мы посмотрим с вами на примере ERP. Располагается у нас этот блок, напомню, в разделе регламентированный учет, то есть подраздел 1С отчетность. И смотрим мы с вами регламентированные отчеты. Напоминаю, что у нас есть две закладочки. Закладочка «Все» – это вообще все формы отчетности, которые существуют. И закладочка «Избранные» – это те, которыми мы пользуемся, то есть которые предприятие, именно конкретно ваше, обязано сдавать. Галина, я прошу прощения, не видно экрана. Вот так, один момент. Сейчас. Сейчас. Сейчас экран видно? Да. Прошу прощения. Так, повторюсь. У нас в виде отчетов есть закладочка «Все», где мы видим всю отчетность. И видим закладочку «Избранные», куда мы включаем только ту отчетность, которая требуется нашей организации. В этом случае все достаточно просто. Ну, возьмем, например, отчетность фонда. Возьмем 4. Ну, возьмем, допустим, ФСС. В этом случае у нас формируется отчет. Правда, не слишком быстро, но это практически минимальные сложности. Мы выбираем организацию, которая сдает отчетность. Выбираем период, который мы сдаем. Первое полугодие. И почему я стала, ну, в общем-то, общеизвестной показывать истинно? Потому что редакция формы. То есть, обратите внимание, какая редакция формы у вас при запуске имеется. Можно посмотреть изменения законодательства. То есть, если мы перейдем по этой ссылочке, то мы можем посмотреть, когда какая форма применялась. То есть, но вот именно на 4 ФСС обратите, пожалуйста, внимание. Потому что, если у вас не совсем последние релизы, то здесь будет другая форма указана. Если я нажимаю при необновленном релизе кнопочку создать, то у меня выскакивает предупреждение о том, что, извините, вы пропустили пару-тройку шагов. Как это должно выглядеть, я сейчас... Вот, видите, у нас есть на экране. Я еще это покажу на слайдике. Почему мы можем использовать старую форму? Ну, это, в принципе, тоже достаточно давно действующее положение, что если налоговая запрашивает уточнение за какие-то прошлые периоды, то сдавать уточненные отчеты мы должны в той форме, которая действовала на период, который мы корректируем. Вернемся снова к нашим слайдам. И теперь еще один момент. Значит, это у нас есть в регламентированной отчетности, в ЗУПе, в зарплате и кадрах. То есть, начиная с версии 3.1.6, мы можем оперативно через интернет проверять поддержку и автоматическую поддержку из интернета. На слайдике вы сейчас видите, где находится этот раздел. То есть, это подраздел «Настройка», «Меню», «Сервис» и здесь у нас есть редактирование законодательных значений. Сейчас мы посмотрим это, так сказать, вживую. «Настройка», 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 «Гаечный ключ», необходимый инструмент для апокалиптировки в программе. Соответственно, это меню «Настройка» и «Редактирование законодательных значений». То есть, «Настройка», «Сервис», «Редактирование законодательных значений». Зачем я на этом делаю акцент? Чтобы вы посмотрели. Если вы регулярно обновляетесь, то здесь проблем нет, поскольку вот эта информация тоже регулярно обновляется. Но если вдруг по какой-то причине оказалось, что у вас нет обновления, а вот нужно срочно что-то сделать, то можно зайти и подкорректировать нужные показатели. Снова вернемся к нашим слайдикам. И теперь поговорим немножко о таком моменте. Упс, извините, переключился не туда. Значит, по поводу отчетности. Как мы формируем отчетности? Что у нас получается в конфигурации, допустим, 1S ERP? Значит, здесь мы берем регламентированный отчет. И обратите ваше внимание, я хочу на такой момент. То есть у нас в этом пункте есть регламентированные отчеты. То есть, соответственно, это сервис, который работает уже конкретно с отправкой, приемом именно отчетов с налоговой инспекцией или с оператором. И есть еще несколько пунктов меню, которые вынесены отдельно. И, собственно, почему я на них обращаю внимание? Потому что это очень удобный сервис, именно когда в период отчетности можно быстро просмотреть данные и плюс личные кабинеты. Те же самые пункты меню мы с вами увидим, если зайдем в сам раздел регламентированная отчетность, они вынесены как верхняя панель меню. И, собственно, самые необходимые из этих пунктов – это первое – личные кабинеты. То есть при переходе в личные кабинеты у нас открывается возможность зарегистрировать напрямую личные кабинеты в налоговых органах, во внебюджетных фондах. То есть вот, например, личный кабинет налогоплательщиков НС, то есть налоговой инспекции. Если мы переходим по нему, то мы сразу попадаем на сайт налоговой инспекции. И, соответственно, здесь можно смотреть всю оперативную информацию, которая у вас появляется от налоговых органов. Единственный, ну, скажем так, не камень преткновения, нужно учесть, что у вас должна быть оформлена электронно-цифровая подпись. И с 1 января этого года электронно-цифровую подпись оформляет налоговая инспекция. Раньше их оформляли, ну, операторы электронной отчетности, то есть компании СБИС, Тензор, Контур, Астрал. То есть те, через которых мы сдавали отчетность. Вернемся снова в нашу конфигурацию. Точно так же здесь можно зарегистрировать личный кабинет ФСС. В ФСС есть одна тонкость. Если мы в ФСС переходим, то мы опять же сразу попадаем на сайт соцстрахования. Но в некоторых регионах для того, чтобы зарегистрировать личный кабинет, нужно отдельно подать в соцстрах заявление, что просим зарегистрировать электронный обмен и так далее. Почему именно на ФСС делаю акцент? Потому что в связи с прямыми выплатами, здесь очень удобно смотреть статус больничных листов. Это во-первых. А во-вторых, поскольку сейчас межведомственный обмен реализован у госструктур, то, соответственно, Фонд социального страхования, если поликлиника выписывает электронный больничный лист, она получает информацию от соцстраха напрямую. И соцстрах должен прислать вам уведомление о том, что на вашего сотрудника выписан больничный лист. Соответственно, вы должны заполнить и подать в Фонд социального страхования информацию. То есть три дня точно так же оплачивается, как и раньше, за счет работодателя. В этом случае у нас в меню зарплата есть подраздел больничные листы, где заполняется вся нужная информация и передается в соцстрах. И второй момент, который, в общем-то, через личный кабинет делать гораздо удобнее, это мы можем сразу отследить, принята ваша информация, или соцстрах требует еще какие-то данные. В этом случае мы в личном кабинете это увидим сразу, а не будем ждать, пока нам придет уведомление, то есть пока потеряется несколько дней. Я сейчас закрою, чтобы нам не мешало. Возвращаемся снова к конфигурации. Это то, что мы можем подредактировать вручную, если у нас по какой-то причине не произошел обмен. И тот же самый интерфейс, который мы с вами смотрели на примере ERP, мы видим и в ZOOP. То есть точно такой же, это у нас будет меню отчетность. Точно так же у нас есть отчетность, как и в ERP. И есть практически тот же самый функционал. Есть возможность обмениваться с контролирующими органами, то есть переписка, отправлять какие-то запросы, отчетность. Но в ERP более комфортно организовано пространство. Именно за счет того, что есть возможность работать с личными кабинетами. Второе, это то, что мы можем получать напрямую или передавать в налоговую инспекцию. Ну, соответственно, письма, какие-то уведомления, ответы на запросы и так далее. И еще одна плюшечка, это сверки. То есть мы можем прямо запрашивать налоговые инспекции, сверку, ну, то есть, соответственно, либо по расчетам, либо справке, либо для уточнения СНИЛСов, если у нас непонятно, какой СНИЛС у сотрудника. И вот здесь хочу обратить ваше внимание на такой момент. Мы сдаем персонифицированную отчетность, мы сдаем, соответственно, и ФСС, и другие отчеты. Но что нужно обязательно проверять перед началом составления отчетности, это регистрационные данные, которые содержатся в ЕГРЮ. Мы можем ЕГРЮ тоже напрямую с конфигурации запросить справку из ЕГРЮ. И почему на это надо обращать внимание? Потому что сведения, которые у нас внесены в ЕГРЮ, то есть запросить выписку очень несложно. Занимает это практически, ну, в течение 5-10 минут выписка из ЕГРЮ к вам приходит. А почему это очень важно? Потому что вернемся снова к нашим слайдикам и вернемся немножко назад, когда мы говорили про пункты, где, почему налоговая может признать недействительным вашу подпись. То есть один из пунктов, по которому могут счесть отчетность непредоставленной, это если отчетность подписана неуполномоченным лицом. То есть это то, что зафиксировано в наших сведениях из ЕГРЮ. То есть если ваш руководитель, например, поменял паспорт, а в ЕГРЮ эти изменения не были внесены, в этом случае возникает коллизия, когда сведения налоговой инспекции расходятся с фактическими данными. В этом случае ваш руководитель может попасть в черный список, так сказать, и потом отменять это и менять сведения в ЕГРЮ. Во-первых, это занимает несколько дней, которых обычно не бывает при сдаче отчетности, а отчетность у вас признают не принятой, и, соответственно, будут штрафные санкции, которые возникают в связи с сдачей отчетности, блокировка счета, и плюс предприятие попадает в черные списки. Второй момент, который связан с ЕГРЮ, это если предприятие сдало отчетность, которая подписана квалификационной подписью, то есть электронной подписью уже умершего человека. В принципе, вроде бы абсурдный случай, но, тем не менее, к сожалению, такие моменты встречаются. И если подпись принадлежит физическому лицу дисквалифицированному, то есть если на момент подписания отчетности дисквалификация была еще действующая, не снятая, то в этом случае отчетность тоже будет признана непринятой, и, соответственно, вам будет требоваться доказывать, почему, ну, то есть это начнется бумажная канитель, которая будет сопровождаться всякими неприятными эмоциями. Поэтому вот обращайте внимание, перед наступлением отчетного периода, что обязательно стоит проверить сведения, которые у вас в ЕГРЮ включены. Еще одна плюшка, которая, в принципе, она есть и в ЗУПе, но в ЕГРП больше данных, поэтому удобнее. Любая отчетность, которую мы здесь формируем, это касается и стандартной, ну, например, сейчас мы с вами посмотрим, например, отчеты по финансовому результату, какой-нибудь не очень большой отчет, любая отчетность, которая формируется, это ЭГРП по сальтовой ведомости и, допустим, карточки счетов и анализы счетов. Ну, то есть вся бухгалтерская отчетность и большинство других печатных форм можно отправить напрямую из конфигурации, соответственно, по адресу, куда мы хотим, через электронную почту. Это очень удобно. Да, пока откроется, можно состариться, прошу прощения. Собственно, это очень удобно, когда, допустим, налоговая инспекция запрашивает какие-то подтверждающие документы, например, там, ну, по каким-то параметрам, либо пенсионный фонд просит уточнить какие-то сведения сотрудники. В этом случае сформированный отчет, то есть отчет, который сформирован, ну, вот, например, возьмем хотя бы так, то, что быстрее сформироваться. Есть пиктограммка, нажав на которую, мы можем отправить отчет напрямую на указанную почту. Кнопочка в зарплате управления персоналом это отправить в контролирующий орган, а в ERP, наконец, она у нас. Сейчас что-нибудь. Ну, возьмем, например, книгу продаж. Не совсем зарплатная тематика, но тем не менее. Точно так же мы можем то, что мы видим на экране, отправить на почту. Единственное, что для этого требуется, чтобы первоначально ваши IT-специалисты заполнили сведения о почтовом сервере, который у вас применяется. Сейчас я перейду немножечко на другую, чтобы показать. То есть, когда вносится сведение о почтовом сервере, то, соответственно, в этом случае мы можем сразу вот в этом начальной странице мы можем отправлять и видеть полученные письма в нижнем экране, в нижней части экрана. Ну, соответственно, здесь можно задавать еще настройки. Вернемся снова в меню регламентированный учет. И про личные кабинеты я сказала. И точно так же мы можем сообщения в контролирующие органы. То есть, это сразу можно выбирать уже конкретные формы, которые вам требуются, формировать их в 1С и, соответственно, отправлять налоговую инспекцию. Ну, чаще всего это касается моментов, когда идут какие-то встречные проверки. У вас запрашивают сведения о сотрудниках, о периоде его работы или что-то еще в этом. Ну, то есть аналогичное. Собственно, больше основных таких критических изменений у нас не происходило. То есть, при составлении отчетности за полугодие мы можем сильно проверить, так сказать, регистрационные данные, проверить квалифицированную подпись. И, собственно говоря, если вы следите за программой аккуратно, если вы ее регулярно обновляете, то в этом случае сложности при составлении отчетности у вас быть не должно, потому что и ERP, и зарплата управления персоналом построены таким образом, что первоначальные данные, которые вы вносите, первоначальные настройки, которые вы вносите, это наиболее трудоемкая часть, а дальнейшая работа с программой, это, в общем-то, больше, наверное, диспетчерского плана, то есть, своевременно запустить обработку, своевременно закрыть месяц и своевременно сформировать отчетность по обновленным данным. Обмены, я уже сказала, можно делать напрямую из самой программы. И, ну, в общем-то, то, что касается зарплаты и кадрового учета, достаточно жестко регламентировано, и здесь не допускаются какие-то ручные проводки, регламентные операции, как может быть в бухгалтерском блоке. Еще на что следует обратить внимание, при работе, при формировании отчета за полугодие, это на то, что при составлении отчетности, ну, здесь совершенно не важно, что это будет за отчетность, важно обращать внимание на то, что тоже одно из неприятных новшеств касается перечисления заработной платы, то есть работа с блоком казначейства, это в ЕРП, перечисление заработной платы на карточку сотрудников. То есть сейчас действует положение, по которому банк может заблокировать карточки, в случае, если обнаружены, опять же, некоторые критерии. То, что касается зарплаты, это перечисление в адрес физических лиц за каждый день, например, более 30 перечислений на карточке физлиц, или перечисление, когда, например, предприятие с одного счета или с одного предприятия собственного лица переводит на другое, когда время между зачислением денежных средств и перечислением на карточке физического лица проходит в течение короткого периода, менее 12 часов. То есть эти критерии можно посмотреть в интернете. Это критерии, когда банк производит блокировку карточек. То есть, несмотря на то, что бухгалтерия обязана, если, например, человек обратился с заявлением, что прошу перечислять зарплату на карточку, там такой-то номер, обязана по его заявлению осуществлять перечисление на карточку, тем не менее, банк может карточку заблокировать, заблокировать расчетный счет. Поэтому, в общем-то, перечисление заработной платы все-таки лучше делать в рамках зарплатного проекта и перечислять производитель и передачу в банк реестр на перечисление заработной платы. Вот просто на это стоит обратить внимание. Ну, собственно, мы с вами поговорили про основные изменения, которые коснулись отчетности. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам. и обратить ваше внимание я хочу еще на первый наш слайдик, то есть я вернусь к первой заставке, которую вы видели перед началом нашей встречи. Я хочу обратить внимание на ваше внимание на наши реквизиты. То есть, как вы можете связаться с нами, вы можете подать, если у вас есть вопросы какие-то, подать их в письменном виде на любой из этих контактов, можете по телефону, но если, допустим, вы подаете свои вопросы в письменном виде, то в этом случае у нас есть больше времени на подготовку ответа, мы можем уже предметно касательно вашей ситуации подготовить вам отчет, который, ну, или отчет, или пояснение, комментарий, ну, то есть уже более предметно помочь вам в вашем затруднении. Кроме этого, мы будем очень рады оказать вам любую помощь, которая связана с программами семейства 1С, то есть это и продажа, и внедрение, конфигурирование, обновление, ну, то есть весь спектр, который связан с программами 1С, мы будем очень благодарны вам за обращение и надеемся на дальнейшее сотрудничество и дальнейший интерес. На этом разрешите нашу встречу закончить. благодарю вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Всего доброго. Компания Кодерлайн прощается с вами, надеется, что вы придете на следующий наш вебинар. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова